Сегодня мне хочется немножко поговорить о фильме Дэвида Финчера «Убийцы», американский фильм, вышедший осенью 2023 года. Немножко, потому что на самом деле не вижу никакой темы тут для разговора. Прекрасно понимаю, что у Дэвида Финчера огромная фан-база, в том числе и в России. Люди, которые давно, уже может быть несколько десятилетий его любят и считают, и свято верят, что любое произведение, вышедшее под его пера, ну, это нечто, сродни священному писанию, скажем так, не без иронии. Ну, то есть, а ждут, ждут вот фильмы, как этого убийцу ждали, там вот первый кадр, первый трейлер, премьера на Венецианском фестивале, в конкурсе. Ну, да, ничего страшного, что он ничего не получил, но все равно, это же, понятно, великий фильм. Не могу понять, не могу понять вот этого, потому что, ну, я не скажу, что я к Финчеру как-то плохо отношусь. Ну, безусловно, он прекрасный режиссер. Ну, вот у меня постоянно мысль, что это режиссер, чья прекрасность осталась в 90-х годах. Безусловно, сам был под большим впечатлением и фильма «Семь», и фильма «Игра», и «Бойцовский клуб». И не так давно я все эти три картины пересмотрел, ну, там, в последние годы. И они действительно очень ярко смотрятся и сегодня, но при этом... А дальше-то что? Ну, вот я не могу понять всеобщей любви к фильму «Социальная сеть», допустим, да? Как-то эта картина мне не близка. Да, очень яркий зрительский хит получился в фильме «Исчезнувшее», не спорю. Ну, если даже вот смотреть, отчитывать от «Исчезнувшее», «Исчезнувшее» – это фильм 2014 года. А дальше-то что? То есть, получается, ну, Финчер показался в сериалах, он запустил «Карточный домик», действительно великий сериал, который, к сожалению, вот так плохо закончился. Потом вот уже более личный был «Охотник за разумом» двухсезонный, многие все ждут, надеются на третий сезон, хотя Финчер не раз уже говорил, что нет, третьего сезона не будет, слишком дорогой сериал для Нетфликса, вот казалось бы. Но тоже вот сериал, да, он выверенный, он там как бы там очень, ну, в Финчерском стиле поставленный, и Финчер там, по-моему, именно много, что и в серии поставил, не только пилот, я забыл уточнить, но в любом случае сериал больше с его именем ассоциируется, чем иные какие-то сериалы. Ну, это как бы, это выхолощенная для меня какая-то реальность, то есть это сериал, который, ну, не оставил во мне по себе какой-то такой приятной памяти. Пытался Финчер выскочить за привычные ему рамки с фильмом «Манк», который посвящен сценаристу Манкевичу в период его жизни, когда он писал сценарий «Гражданина Кейна», и благодаря своей теме, а, конечно, благодаря актерскому ансамблю и теме, вот, конечно, привлек большое заметное внимание киноманов, но тоже картина, которая холодная. Я люблю все-таки мне ближе к картине, которая вот за мое сердце затрагивает, вот как-то чувство, и вот в 90-е годы Финчер затрагивал, он действительно будоражил, прям вот они захватывали тебя, забирали, ты смотрел, блин, думал, опаньки, и потом второй раз еще шел, пересматривал или где-то находил картину, то есть это хотелось вновь испытать, те чувства, те ощущения, которые давали картины Финчера в 90-е годы. А вот сейчас, получается, вот, по сути, вот я перечислил дослуги Финчера за последние 10 лет, а не очень понятно, чем человек занимался. Ну да, то есть он уже, ему не обязательно снимать картины каждый год для подтверждения своего статуса, он уже звезда, и вот большая. И вот, получается, вот спустя, ну, тоже несколько лет, ну, не перерыва, наверное, он как-то творчески там рос, тоже разрабатывал этот фильм, вот три года, как прошла «Османка», и вот он выпускает «Убийцу». Долгожданный фильм, который, конечно, наверное, опять же, полаконники готовы превозносить до небес. И вот мы этого ждали, этой фигни, скажу уж прямо и грубо, да. Я крайне удивлен, тем более, а ведь это еще не просто фильм Финчера, это его воссоединение со сценаристом фильма «Семь». Эндрю Кевин Уокер, который, вот тоже у него такая судьба, а не так много у него, ну, какой-то вот такой выдающихся фильмов, фильмографии, там просто, судя по всему, характер у него тоже и сам по себе, и характер вот его истории довольно специфический, не все готовы браться за них. Ну, в общем, ну, тем не менее, вот спустя сколько, получается, почти 30 лет без малого, вот сценарист и режиссер вновь воссоединяются, пусть, правда, это как бы не оригинальный сценарий, а это, кстати, сценарий, я был удивлен, это по комиксам, комиксы Алексиса Нолена, ну, ничего не говорит, ни имя автора, я про комиксы в первый раз услышал, ну, хотя бы я готов, я легко понимаю, как это могло выглядеть на бумаге, как это выглядит, готов представить, ну, и вот вроде бы интересно, да, Финчер экранизирует комикс, ну, тут, в общем, ну, а при этом, а при этом зацепиться-то не за что. Вот, и, кстати, вот говоря про Финчера, что вот он не так уж много так, если посмотреть, работал за последние 10 лет, а, оказывается, я с удивлением узнал, что и Майкл Фассбендер, который здесь главную роль играет, и, конечно, тоже является одним из притягательнейших магнитов этого фильма, он тоже, оказывается, позволил у себя огромный перерыв, не характерный, конечно, для артиста его уровня, то есть обычно все-таки суперзвезды, они, коим сейчас на данный момент является Майкл Фассбендер, безусловно, все-таки они хотя бы фильм в год-то выпускают, а он, оказывается, я сам удивился, в 17-м году выходили его последние картины, это, там, «Чужой завет», фильм Терренса Малик, который у нас получил название «Между нами музыка», ну, который бы еще более ранее снят, и «Снеговик», который, ну, наверное, вполне может носить название едва ли не самого худшего фильма за последние десятилетия, но этот фильм получат десятых годов, сейчас у нас уже двадцатые, но в любом случае там какая-то была действительно ужасающая картина, и еще спустя два года вышла очередная серия «Люди Икс», от которой Фассбендер, ну, по понятным причинам, не мог отказаться, будучи частью актерского ансамбля, а вот и все, то есть и потом, вот с 19-го года у него не было картин на фильмографии, только сейчас вот он возвращается и с фильмом Финчера, и с картиной «Этэки Вайтити», и вот как бы вновь там у него какие-то планы уже и на следующий год объявлены. И вот вроде бы тоже, да, прекрасно, мы не видели давно Майкла Фассбендера, хотя, честно говоря, я даже не заметил этого, а как-то все равно, ну, тут можно просто, конечно, понять, актера выбрал семейную жизнь, конечно, при такой прекрасной жене, объединившись с Алисией Викандер, ну, куда тебе-то еще сниматься, ну, то есть тебя, в общем, ты уже все выиграл в жизни, хотя сама Алисия сниматься-то продолжала, пусть, может быть, тоже не так активно, как в какие-то более ранние годы, но тем не менее. Вот, ну, то есть, в общем, человек выбрал семейное счастье, сейчас вновь возвращается. Ну, опять же, вот для возвращения, ну, Фассбендеру в этом отношении может быть и повезло, ну, то есть для него это роль, он органично смотрится в роли вот этого киллера, суперпрофессионала, который вот это, ну, там и дальше по истории. А для чего вот это Финчеру? Ну, да, он все как бы с помощью своих вот коллег, операторов, с помощью вот тех же работавших с ним уже в социальной сети Трента Резнера и Айтикуса Росса, вот композиторов, устраивающих вот его фирменный, и фирменный для них, и фирменный для Финчера вот этот саундтрек. Они, кстати, тогда за социальную сеть же Оскар получили, а потом второй Оскар получили еще даже, удивительно уже, что за мультфильмы «Пиксаровские душа». Неожиданное такое. Ну, вот хороший композитор, хороший во всех жанрах. Так вот, и вот здесь вот вроде все привычно, да, вот мы понимаем, как этот, что это вот фирменный такой Финчер. А что в этом фильме, что в нем? Что? И удивляешься, и удивляешься. То есть, опять же, ну, Тильда Суинтон, допустим, да, появляющаяся уже в финальной части картины, ну, таким прекрасным, что называется, с цветком. Но она абсолютно то, она такая вот она всегда. То есть, для нее нет проблем в данном случае. То есть, это не ее какое-то открытие актерское. Ну, то есть, вот она вот, ну, вошла, что называется, в этот фильм и вышла. И вот, за что цепляться? То есть, это история, значит, вот некий убийца. Ну, в двух словах пересхожу для тех, кто вдруг еще картины не видел. Хотя, понятно, что фанаты Финчера посмотрели ее в тот же день, когда она вышла на Нетфликсе. И вот он позиционирует себя, как рассказывает, что он самый крутой. И вдруг он делает ошибку. Причем ошибку, на мой взгляд, ну, самую туповатую, потому что, ну, было, во всяком случае, мы смотрим же, как показано в фильме. Но в фильме показано, что там на линии огня препятствия. Что это, ну, он сам так очертыхается. О, как, как так вышло? Ну, это же было очевидно. Ну, то есть, он выбрал абсолютно не самый удачный момент для выстрела. У него столько было возможностей перед этим. И наверняка возможности были бы еще дальше. И вот он выбрал именно тот момент, когда на линии огня, ну, оказалось, ну, в общем, другой человек. И, получается, не выполнил задание. И вот дальше он, значит, тут же бросается в БКА, понимая. Ну, то есть, как бы, план отхода, который у него одинаковый на случай. Первого вы, ну, и на случай удачного выстрела, и на случай провального. То есть, план отхода все равно один. То есть, он не стреляет второй раз, понимая всю бессмысленность уже этого. А вот он опускается в БКА. И вот, да, оказывается, что пока он там, подозревая, что за ним, как бы, идет слежка, он чуть-чуть в пути задержался. А когда он добирается до дома, ну, выясняется, что его там, либо жена, либо девушка, по-моему, там не очень это прояснено. Но, в общем, она пережила нападение. И он понимает, что искали его. И дальше он начинает мстить. То есть, он ставит перед собой задачу, ну, найти и организаторов этого покушения на него, и, значит, на, собственно, убийцу. И вот эта история. То есть, это не история о том, что он возвращается убить того, кого он должен был убить по заказу. То есть, он облажался. А вот он, как бы, он мстит. Ну, в какой-то мере, конечно, тут, вот я относительно недавно тоже рассказывал про классический французский фильм о «Самурай» с Аланом Делоном. Вот похожая схема. Когда он ставит цель, там он не облажался, но он просто герой Алан Делона тогда попал в прицел полиции, и поэтому его посчитали использованным материалом, от которого надо избавиться. И вот он мстит за это. А здесь вот я позволю себе даже рассказать финал. То есть, вообще, глупейшая вообще сама по себе, сам по себе посыл. Ну, вот действительно, и у вас есть суперпрофессиональный киллер, который до этого никогда не подводил. Ну, вот он один раз, получается, промазал. И что, эта причина его убивает за это? То есть, там это подается как, что замести следы. Ну, если он профессионал, он уже замел следы. То есть, от того, что он не убил, от того, что, как бы, ну, да, он промазал. Ну, то есть, дайте ему шанс еще. То есть, как бы, пусть тогда, вот он оправдает деньги. А получается, они взяли еще с заказчика еще дополнительные деньги за то, чтобы замести следы и убрать этого киллера. Просто логику не поднимаю. Зачем? Ну, то есть, вот, как бы, в чем, ну, это получается для любого киллера, ну, то есть, он сам же герой этого фильма, относится к этому как к работе. А что, ну, такая работа, в общем. Ну, так что, ну, там, за одну ошибку и все, что ли? Ну, тогда брал бы автомат, там, прям стрелял бы, там. Ну, вот это странно очень звучит. Если он на вас работает, до этого не подойдет, ну, дайте ему шанс еще. А нет, надо сразу. И, главное, отправили убийц, и, главное, и его не застали дома, и жена, вот эта его девушка сумела убежать и спрятаться от них. И они наследили, они за миссию не выполнили тоже. А почему тогда за ними не отправили убийца? Это так странно все это выглядит, по сути своей, сюжетно. То есть, ты не понимаешь вообще, то есть, для чего это, зачем? Ну, вот он идет по следу, ну, он их всех убивает. Причем, значит, а вот с кого все началось, с кого, значит, он должен был убить, и его не убивают. Абсолютно такая, в общем, с точки зрения и сюжета, и воплощения, она пустая картина. То есть, вопрос, вот действительно, что нам хотел сказать автор? Автор в данном случае нам не хотел сказать ничего. Потому что он автор, он просто рисует холст. Вот он нарисовал. Вот для Финчера это тема маньяков, убийц, киллеров, наемных, ненаемных. Она органична. Он с этим давно живет. С фильма 7, да? То есть, это как бы его материал. И вот он с рукой мастера, что называется, филигранно относительно, вот, все это как-то там расставил по местам. И вот любопытный момент. Про Фассбендера в момент премьеры пущена такая история, что якобы его герой никогда не моргает. И как раз так интересно. И все начинают смотреть, действительно ли он не моргает или моргает. На мой взгляд, он не то, чтобы моргает, но в паре сцены он опускает глаза и поднимает снова. Формально это он не моргнул. Он опустил глаза, зафиксировал. Ну, а что это как не моргание, да? То есть, это же есть. Но, для чего это было, это явно же кинуто в пространство пиарщиками картины. А зацепиться-то больше нечего. Не за что. И вот, а давайте мы всем расскажем, что Фассбендер здесь не моргает, пусть смотрят. Пусть ловят нас, может быть, на неправоте. Ну, как бы, хоть какой-то интерес. Если, смотрите, картина, актер в ней не моргнет ни разу. Ого, вы когда-нибудь задумывались над этим вообще, моргает кто-то или не моргает? И вот, позиционировать это как вот, ну, плюс актерской работы, ну, по меньшей мере, странно. А просто больше не за что зацепиться, не за что тут. Конечно, нельзя сказать, что тут Финчер, ну, вообще как-то ложен. Он не ложен, он формально, наверное, приедраться к картине невозможно. Ну, то есть, вот, все мизансценно, расставлено, души в них нет. Есть какие-то, наоборот, раздражающие моменты там, в качестве краски для героя, что он любит группу The Smiths, мне проще вот так сказать. Это, наверное, не совсем правильно звучит. Ну, легендарная британская группа. В общем, не то, что прямо отцы-основатели, но, конечно, повлиявшие очень на многих. И как раз, собственно, она узнается, первое, что он там ставит, когда в момент выстрела их главный хит. Я его даже больше знаю, когда его группа Tato еще перепела, когда у них был международный период, и они пели, как раз перепевали англоязычные песни. Ну, вот, я сразу его тоже, конечно, узнал. И Финчер очень, как бы, мерзко работает с этим эпизодом, потому что, вроде бы, он задает нам эту музыку, и она энергичная такая, и ты так начинаешь уже тоже сейчас. А музыка у него в наушниках. И, соответственно, Финчер играет со звуком. То есть, он нам показывает, значит, когда показывает героя изнутри, музыка громко, а потом он его показывает, как бы, со стороны, и музыка затихает. И вот весь эпизод построен на перепаде звука, когда ты, вроде, уже привычно готов так под музыку качать, а потом, бац, и вот этот перепад звука, и у тебя кайф от этого обрывается, а потом опять и такая лесенка звуковая жутко раздражает, и понятно, что Финчер это сделал специально. Но это он сделал один раз. Дальше он с этим уже не играет. Дальше другие хиты Смит звучат, и звучат и проходят как бы мимо. Ну, то есть, уже там мы понимаем, в общем, что человек фанат, и, в общем, ну, и перед нами, в общем, такая the best этой группы проходит. И, возможно, музыкантам там дополнительная копеечка тоже упадет. Сейчас, ну, бывают же случаи, когда благодаря фильму старая песня снова попадает в хит-парады. Ну, кто знает, может быть, это произойдет и в случае с этой прекрасной группой. Ну, прекрасно. Ну, как бы, ну и все. То есть, что еще сказать-то, да? То есть, вот было вот такое интересное решение звуковое вот в этой сцене. А дальше? Дальше за что зацепиться? О чем фильм? Почему его надо смотреть? Почему его надо рекомендовать? Я не отвечу вам. Конечно, все покажет время. Может быть, спустя там полвека и даже убийца окажется такой же культовой классикой, как вот самурай, да, гумной упомянутый уже. И как бы понятно, что Финчер продолжает дело. Мелвеля в данном случае и вот в ту же степь как бы идет. Ну, что-то новое сказал, нет. Подтвердил свою репутацию, ну, тоже нет. Ну, я говорю, Финчер, на мой взгляд, живет репутацией 90-х годов. Ну, относительно, может быть, еще вот нулевых, чуть-чуть десятых. А последние-то 10 лет. Но, тем не менее, свои зрители у этой картины будут. И что с ними спорить, с поклонниками Финчера. Дело такое неблагодарное. Мне эта картина оказалась не близка. Я глубоко разочарован.